Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 54-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске из кабинета на «Маяке» вынес жесткий диск по квесту «Совершенно секретно для лыжника», и для него же закрыл квест «Долгая дорога» с зачисткой главного шоссе на локации «Маяк». Выпуск поддержали финансово Тимон Омск, Вором, Билли Херрингтон, Фрэнки Уайлд, Руслан, Санитар, Андрей, Ярослав и Маркенштейн. Бомба, а не поддержка! Спасибо вам большое, будьте здоровы! За что заразил Вором, так это я ж любя! Это вам, парняки, спасибо за такие щедрые донаты, на вас канал и держится, без шуток. Пока есть те, кому интересен канал, его судьба не безразлична, каналу жить. Погода у нас норма, плюс 12-15 днём, дождливо, но лютых морозов нет. Отдельная благодарность за поддержку спонсорам канала. Всем приятного просмотра! Я добился всё-таки своего, и за самогон мне дикие в убежище принесли в ящик диких танковый аккумулятор. А значит этого красавца, который весит ни много ни мало 43 с лишним килограмма, мы передаём по квесту прапору. ФЗшки у меня уже сварились по поставщику, я их передал. Оставался в аккурат танковый аккумулятор. Всё, квест поставщик мы закрываем. Сегодня у меня в планах оперативные задачи. У меня висит недельный квест от Миротворца с убийством, с устранением диких, используя пистолеты или дробовики. 40 диких нужно настрелять, 14 уже есть. Так что сегодня за выпуск я планирую где-то дюжину, может, с чёртову дюжину диких настрелять как минимум. Помимо недельного квеста есть ещё дейлик, устранение также на любой локации. Нужно устранить диких точно так же, пистолеты, пулемёты или дробовики. Десятерых теперь нужно. Так что мы и дейлик, и недельный совмещаем. Но сегодня за выпуск я точно десяточку должен настрелять, чтобы хотя бы дейлик закрыть, а остальное может потерпеть. К дробовикам у меня ещё привязан тихий калибр квест. Мне здесь необходимо ещё семерых ЧВК убить и шестерых дикарей. ЧВК у меня готов, от локации берег взял ключи, сильно жариться там не буду, только по точкам спавна дикарей буду ходить. Взял с собой ночное видение. Ночнушка у меня N15, у неё чуть помягче такой свет, я уже на ПВЕшке её испытал. Видно должно быть хорошо, единственная шлема у меня не будет защиты головы, это да. Погнали за ЧВК, мы на Куданову на бережок собрались, да? 2204, хорошее время нам оно подходит, страховать будем. Ночнушку, бронеразгруз и мешок. И 50 тысяч, видите, как с куста. В принципе, мне без разницы даже где будет спаун на карте, так как мне нужно 26 целых диких. Так что однозначно я, если буду жить, то буду жить долго на локации. Если в стороне туннеля заспаунимся, то возможно ещё и вернёмся в обратном направлении после того, как челоботы появятся. Так, о, переход на маяк, да ладно. О, 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 мамара, смотри как красиво-то. Ё-моё, видно всё нормально. Эй, чё за подкидывание, подкидывание. Да-да. Ну давай, Тарков, порадуй. Мне бы сейчас вот прям чуть ли не ПВЕшную какую-нибудь бы локацию. Чтоб прям вот, ну вообще побольше диких, поменьше ЧВК. Ну тут очевидно, что не имеет смысла кого-то ждать. Надо по-хорошему идти на берег и с той стороны сначала с острова начинать. А нет. Тут есть. Ящики не открыты, возможно дикий. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вон он, вон он. Пойдёт. Счёт открыт. Девятерых надо ещё по дейлику. Ну, минимальную планку на сегодня ставлю 10 диких. Кабачковая. Блин, я только появился, уже перегруз будет, что ли? Ну дайте побегать-то. Налегке, малёха. А то ивент закончился и что-то как-то даже непривычно немного сразу уже. И выносливость, смотри, как быстро расходуется. Такой, на самом деле, не самый плохой ивент, как оказалось в итоге. Он мне вообще подошёл, как никакой другой. Особенно с этими дальними перебежками вообще шикарно. Бежишь всю карту и нормально. В ус не дуешь. Почувствовал себя немножко хай-левелом, да? У которого прокачана там сила-выносливость. Блин, можно было, раз уж я тут снайпера посмотреть на скале, да? А потом уже развернуться на берег. Вдоль берега там. Или на остров уже не пойду я, наверное. Ладно, давай снайперов глянем. Где тут чё? Так, это у нас беспилотник. Вот снайперская. А вон он, по-моему, не? Это дерево. Чё, не появился, что ли, ещё? Блин, неплохая видимость. И такой, знаешь, не бросается. Не выедает глаза. Зеленью. Он даже не видит меня. Т-1. Такими темпами мне патронов придётся бомжевать у диких. Есть двоечка. Хорошо. Ладно, не буду задерживаться. Есть, есть. Нет, нет. Я же ещё грузовик не посмотрел. Возможно, на грузовике уже появились ребята. Раз прям передо мной на ящике там появились дикие. И потом, наверное, налево на остановку пойду. С остановки на ГЭС. Порт. Норвенский. Заправка. Наверх ГЭС. Опять остановка. Такой маршрут, короче. Запланировал на год вперёд. Ну вот. Кто-то есть. Осталось всё это исполнить. Ты один? Тоже один, что ли? Типа лутается. Там же ящик есть. Патроны вроде. Да, патроны. Можно, кстати, по тайничкам посмотреть. Тоже будет насчёт этого. тэпэхи. Может, тротил получится найти? Попрохи заберу. Ну пусть будет так на всякие пожарные. Блин, вот думаю, у коттеджа заходить, смотреть, не смотреть. Или не лезть туда. Потихонечку будем набирать. Добро. Стрельба на острове, что ли? А, нет. Да, на острове, по-моему. Понял. Значит, вдоль дороги там будут живыкие. Чё, неужели никого? Блин, не вижу никого. Надо было дебал мне взять этот, да? Повесить. Ой, ёлки-палки, я этот ЛЦУ ещё не снял. В прошлом рейде нашёл который. В прошлом выпуске. Вот я тип. А тут, по-моему, нет никого, пацаны. И девчонки. Тишина. А вот там кто-то есть. Там чувака есть. Всё, понял. Ну, это не моя возня. ЧВК нужны, конечно, но я хочу Дейлик не профукать. Там время поджимает. Так-то, если бы просто тихий калибр был, тогда очевидно, что диких-то проще найти. Пошёл, посмотрел, кто там. О, лежит, смотри, в воздухе. Есть. Скопутил. Так. На острове стреляли. Может, тогда с этой стороны зайти на заправку. По-хорошему, так и надо было бы. Вот это ты рассказал всем, да? Топец, я его даже не увидел. Надо валить отсюда. Сейчас могут и не гуляя прийти к кенте. Ну, шумок. О, может, ну, кстати, на этот, на Чупик ещё заглянуть, да? Я так считаю. Давай отсюда заправку глянем всё-таки. Заправку глянуть, порт глянуть. Хотя, наверное, сначала Чупик глянуть. Там, если эти боссы будут, у меня же тоже квест есть на этих боссов. Я просто не знаю, надо ли их убивать в одном рейде или нет. Там, вроде бы, в условиях выполнения квеста не было описания квеста. Не было условия, что в одном рейде их надо поубивать. Так что, даже если я одного хотя бы заберу, уже будет хорошо. Вон он, бежит. Он дикий. Одного ещё, по-моему, слева видел. Бегуна. Но если там, на острове СКС, я слышал, не думаю, что с этой стороны уже так быстро туда побежали. Ну, пока есть там дикие, надо идти и убивать диких. По-моему, я двоих видел. Один где-то слева от огня был. Может быть, это как раз ЧВК и бежал? Да, ящик открытый. Либо уже пронеслись туда. Либо в Норвенском, либо я ЧВК веду. А вон он. Чик, назад убежал. Так как здесь дикие и живые, и, возможно, что... Нафиг его знает, короче. Подживём и видим. А вон дикий мёртвый уже. Шустрый, а? Это, скорее всего, оттуда уже шли. Либо на Норвенском, либо в эту сторону прошёл. А чё за пушка у него? А, СКС. Вот где СКС стрелял, они на острове. Мискузи. Это где тут? На остановке где-то должен быть? Капец, вы одновременно вышли. Вот он, блядь! Ага. О, тихий... Тихий калибр выполнял. Патроны кончились. Это значит, седьмой был? По тихому калибру мне шестерых надо было. Если эти дикие ещё живые, а от того он убил, значит, он с той стороны пришёл, и, скорее всего, он либо на Норвенском сейчас. Либо уже проскочил в сторону тоннеля, но не думай, что он так быстро... Жук. Вроде не торопился, раз тут даже ящик лутанул. Боксим. Пойдём по своим делам. У меня тоже тут кое-какие планы. Посмотрю портовую. И пойду на чупа-чуп загляну. Опачки. Так он от... От туннеля, получается, наоборот, бежал, да? Он даже на Норвенский не заходил. О, на, смотри, кто это? Дикий вышел, по-моему. А на мини подорвался, это сто процентов ЧВК. Сто процентов, говорю. А может, чё, лоботы уже подъехали? Чё по времени? Двадцать восемь. Вполне возможно, потому что ЧВК не так много вроде на карте. Так, запомнили. Вон он, Бики один. Пошёл в сторону мин. Я с тобой, брат. Походу, какой-то новичок. Раз на минах подрывается. На берегу. По краю карты идёт. Может, тайники ищут. А может, выход. Блин, у него же выход там прям в конце ЖД. Успею, да, уже? А было бы неплохо ЧВК подстрелить одного хотя бы. Получится, нет, сейчас? Подрезать его. Или он прям в упор пошёл до ЖД? ЖД-мост. Где-то вот здесь бабахнуло. А ну-ка. Блин, сейчас бы спиной к нему не оказаться. О, жахнуло один раз. Должен лечиться. По идее, я успеваю. Блин, луна вышла. Смотри, как вообще кайф. Светло стало. Шикарно. Вон он. Не? Не. Или он. Там же тайник как раз. Нет, это куст какой-то. Нормально. Ладно, бог с ним. Зато мы точно знаем, что есть у нас тут дикий один. На спортовой. Как минимум один. Сейчас мы его дёг-дёхнем. И пойдём на чупик. Блин, как классно видно всё, а? Раньше вот этот выход работал. КП-11. Можно было тут выйти. Я как лесник какой. В рыжем лесу. Вот. Вот здесь когда-то хорошо было. Не то, что сейчас. Бандиты одни кругом. А, может, он на мини где-то и распластался. Наверное, одно ему хватило, да? Так, андокс. Получается, не мой клиент. Мой где-то тут трёц. Жибр-дак. Нормально. Ещё один. Так, по времени. Чё-то я не тороплюсь. Хожу там за ЧВК. Опа. Туда-сюда. Ну вот. Точно ЧВК был. На пути двоих скосил. Здесь и на заправке. Тайники посмотрел, да? Как раз. Да. Всё, понял. Ну, значит, он уже вышел, скорее всего. Возможно, даже он какой-то там квест сделал. Или что-то в этом духе. Я чуть не знаю даже. От тоннеля до конца карты. Просто пробежать пару детей, стрельнуть. Выйти с локации. Мало верится. Чё, мы же заберём, Азимут? Пока возьму. Пошли на ЧУПК. Пока посмотрим, чё ЧУПК расскажет нам. Сколько на небе звездов. С ума сойти. А ну-ка. Вах-вах. Романтик. Лягушки только не хватает какой-нибудь, да? Рассказатель. Трустори какой-нибудь. Всё-таки Тарков классная игра. Тут кто-то есть. Иди, идиот, трахать тебя и всю семью. Говно, салон. Семью-то сразу. Есть парочка. И это был десятый, пацаны. Девчонки. Десятый. О, ещё семь миллиметров. Докомплектуем до двадцатки. Давай, Быринка, только сею. Гляну и всё. Без фанатизма. Тут лута нас, Андрей. Ящик открыт. Ящик открыт. Тут лута нас. Народ-то гуляет по локации. А никого не слышно практически. Там услышал пару выстрелов. Тут. А всё лутано. Ладно, туда уже идти, наверное, смысла даже нет. Единственное, что, по хавчику можно взять что-нибудь, да? С ней стараканили. А, нет, сумка не лутано, смотри. Тоже мимоходом, что ли? Не, ну это как бы тоже важный предмет быта. А, тут всё посмотрели, да? Или чё, или подвисло так. Нет, тут лутано было. Хорошо. Возвращаюсь примерно тем же маршрутом, только теперь сначала... Эту, как её фамилия? Тец? Гэс? Гэс. Гэс смотрим. Переходим на ту сторону. И с той стороны... Уже гляну ещё раз заправку. Гляну остров. Диких. И через коттеджи на грузовик. А ещё же остановка, так ё-моё. Может на остановке подспавнились. Ладно, по-любому надо будет сначала остров глянуть. Короче, мне вообще тормозить никак. Времени вообще ё-моё. 19 минут осталось. Времени в обрез. Чё по патронам у нас? 15 выстрелов есть, 16. О, появились. Видал, как хорошо? Это кто живой? Ладно, бог с тобой. Мы сочтёмся с ним. Пожрать бы что-нибудь найти, не помешало бы. Скотина. Блин, опять спалили мне хату. Думал, стоит кто-то. Повисли ноги вам, 4 штуки. Ну и ладно, один есть и то хорошо. Один это лучше, чем ничего. Смотрю, значит, заправку быстро. Вообще не задерживаясь. Надо шевелить булками. А то я так ничего не успею. Прям хочется за один рейд попробовать сделать. Ну, в принципе, сколько уже? 11 получается, да? 11 это ещё Норвенский. Ну, тут часть ботов сразу первых, которые заспавнились, их сразу срезали. Немножко не то. И, скорее всего, эти двое появились уже позже. Так как он там одного застрелил. Эти двое точно бы не молчали. Тоже бы стрельбу открыли. Я думаю, что нет вариантов тут их найти. Окей, идём на остров. О, есть. Вон они. Молодцы. Один, второй и третий. Всё, расчёт окончен. Ну, возможно, там, конечно, ещё есть. Но я слышал взрыв где-то там. Что за возня? По-моему, за коттеджами там где-то. А тут похоже, что нету никого. На первый взгляд. Хотел сейфы глянуть. Но по факту они мне не нужны. Мне нужны дикие, значит, идём за дикими. Где-то тут бабахнула граната. Ну и ладно. Вот такой зигзаг. В одном направлении пошёл. Первую волну диких застал. На второй половине рейда в обратном направлении. Вот тебе и куча диких целая, да? Писо хатрый. Писо знает, как диких искать. Не сознает тропинки волшебных полян. Hello? Правда, никого нет, что ли? Послышалось? Да, ну... Блин, и правда нет никого. Неужели вообще тут никто не появился даже? А чё так? А как так? Ну так-то неплохо за один рейд сделать норму, которую вообще на весь выпуск, да? Планировал. Главное, цели грамотно себе ставить. Какие-нибудь попроще, чтобы потом говорить. Ну вот, я цель поставил, я цель выполнил. Ладушки, смотрю. Машину. Смотрю. Два ящика. Но я готов поспорить, что там нет никого. Потому что те, кто возвращаются с санатория, а там были ребята в санатории, там Дики с кем-то орал. Здесь стрельба была. Они идут обычно в сторону маяка на выход. И обязательно попутно Дики их тут не пропускают. Давай еще скалу глянем. Вот там точно есть вероятность того, что кого-то можно найти. Или что, Элли, зайди и зайти нафиг в санаторий. Там уже чувака-то вряд ли будут. Если будут, то тяжелые, неуклюжие. Что по времени у нас? А, у нас все красные уже. Только если зайти и там остаться, отдыхать в санатории. Так вариант. О! Братюня! Кто-куда? Ну, здрасте, Настя. Что за фокусы? Да, фиг я так попаду по нему. Ну, шевелится. Дальше дробь пошла. Давай-давай, заряжай, не стесняйся. Энергия вы. Сгулькин нос. Блин, а мне не с чего-то, а именно с дробовика же надо убивать-то. По-любому надо его как-то... Ну, хорошо, хотя бы админку сейчас посмотрю. Здесь первые этажи. Все равно они не ходят там по вторым, третьим этажам. По-моему. Или ходят. Не, по-моему, не ходят. Брат у тебя. Вон он, вон он! Эээ, вы вообще по барабану? Все, у меня гидрация пошла, да, теперь? Подожди, сейчас я... Уфы! Ну да. Кошлет. Вот такие дела. Есть что похавать? Зря я затем ЧВК поперся нафиг, но мне надо было вот это больше всех, да? Ну, бог с ним. Теперь еще понять бы этот товарищ у нас, что с ним, я его застрелил или все-таки нет? Я думаю, что грузов как минимум попал, я понимаю. На скалах, которые снайпер. Теперь это все восстанавливаться будет плохо. Дегидратация. Ядрена вошь. Послышал я, что ли? Походу, послышал я, что он там задыхается. Он живой. Был. Страдальницу выключил. Как Войт ввели. Общались такие все, да? Ва, туда-сюда. Ой, класс, ура. А сейчас что-то не особо активно пользуются. Все молчком, сапком свои делишки мутят. Да, при свете луны вообще шикарно. Да и, в принципе, и без ночнушки тут видно все хорошо. Или это пропитал такой эффект дает. Штырит. Ладно, времени нет на развлечения все эти. О, попал. Я просто устал. Да что ты какой? Что-то куда ты живешь-то. Ну? Давай, у меня нет времени на тебя. Ужасно долго они, конечно, от 7 миллиметров помирают. Но неудивительно, тут и дистанция-то нормальная, да? Все, давай похавать, попить хотя бы. О, пиавка. О, е-мое, кола. О, гидрация, энергия. Все, как мы любим. Поехали. Ваше здоровье. Вот и все. Как новенький. А, нет, что-то накрывается, дыр. Ну, зато я с уверенностью теперь добегу до выхода. А это главное. Не придется телюпаться. Сейчас по чайной ложке. Опа, здесь кто-то. Ты что, куда-то застреваешь? Пойдет. Опа, попадет. Сюда. Жгут, да? Понятно. Опа. Тут еще кто-то. Понимаешь? Вот. А то я что-то... У меня там патронов, по-моему, нет уже. Восьмерки. Ну ладно. Пару магазинов возьмем. Красота, да и только. А давай вот так, наверное. Это уже вряд ли кто заберет. Блин, две минуты. Успею, не успею. С Джейку не буду вколоть. По-моему, успеваю. Кажется. Меньше половины. Не, ну вообще, смотри, как везет так круто. Как удачно я выбрал ночной рейд. И прям тихий, как заказывал. ЧВК есть, но немного. Все по своим делам где-то там шарились. Диких куча целая. Не знаю, я штук 15, наверное, настрелял. Как минимум. Класс. Хороший рейд, я вам скажу. Ё-моё, 44 минуты, оказывается, я пробыл в рейде. 8500 опыта. В итоге, получается, я настрелял 19 диких. Осталось всего семерочка. Дикие добычи пронесли. Но я их теперь отправляю только за деньги, чтобы сильно не тратиться. Так чисто, чтобы таскали что-нибудь. Может быть, какой стимулятор или ключик пронесут интересный. Под задачей тихий калибр у меня выполнено. Диких с глушителя, дробовика мне не надо убивать. ЧВК надо убивать. Плюс дейлик я один. Выполнил, который на сегодня запланировал. Это здорово. 5000 опыта. 54 тысячи рублей. И кое-что по хлому. Слушай, а давай с пистолета попробуем этих диких сделать, а? Семерых. Чисто по приколу в лес прогуляемся с пистолетом, но с рюкзаком. Я даже не буду кушать и пить, потому что, что правильно? Потому что мы идем за ЧВК, мы идем в лес, мы идем в 16.35. Страхуем свои куколки-тряпочки. И, естественно, лес кормит. Где-где, а на локации лес-то точно жратвы столько, что не только нахаваешься от пуза, да еще и вынесешь полный мешок. Здравствуйте. Вот это, вот это, конечно, вы меня тут наспавнили. Ух, блин, как классно-то, а? Как все быстро и никакой инерции тебе. Фантастика. Долгая загрузка была. Ожидание, точнее, игроков было долгим. Скорее всего, подгрузит мне. Отсыпит европейцев. Настоящих и не очень таких, как я. Однако, все мира диких сами себя не настреляют с пистолета. Я думаю, на МЧС вариант такой себе заходить. Потому что оттуда не выйдешь, скорее всего. я думаю, что дикие еще просто-напросто не появились. МЧС, тишина. Неплохой вариант будет сейчас под скалами посмотреть и просто пойти в сторону коттеджа туда. Мои деньги-то взял, ё-моё. Да, взял. Если тут и там будет спаун диких. Безотказный. Семерых аккуратно и настреляем. Блин, у меня же... О! А, мне чувака не нужны. Я же без дробовика. Но мне нужны дикие. Я должен первым добраться до них. А там уже в коттедже все равно доберутся раньше, чем я. Что-то какой-то проигрышный вариант получается. Спаун неудачный. Вот это да. Блин, их нету еще, что ли? Так нельзя, парни. А вот, побежал. Красивый, счастливый. А ну-ка. Хе-хе. Не, ну это... Я не взял магазин и запасные патроны хотя бы взял. Я магазин зарядил и забыл его дома. Хе-хе-хе-хе-хе. Не, ну это диза во всей как... натуре, как говорится. Нормально, нормально. Все нормально, парни. У меня один магазин на все про все. Блин. Пиздец, омраке, ебаный. Как скажешь, брат, как скажешь. У кого-то слышал? Или он меня искал? Картоха новая. Бинтик. А там возня, короче. Стреляются с этими... Чувыка между собой устроили. Ладно, двоечка есть. Еще пятерых нужно. Значит, я в деревню не пойду. А, это снайпер живой. Значит, я в деревню не пойду. Хорош. Так приятно клацать я там с глушителем, если честно, 5-7. С пистолетами редко играю. Только квест, когда делаю этот... И все. Опа. Блин, там чувака, короче, не дадут, да, мне жить? Че-то я как-то, блин, с пистолетом... Зря пошел. Надо было либо дробовик, либо болтовку брать. Может, Тарковский бы поделал стрелок. Хотя бы. Там стреляются, е-мое. Они там стреляются-то хорошо, а мне дикие нужны. Не с этим как быть. На дом диких бежать рано еще. Хотя четверо там могут заспавниться. У меня четверо осталось как раз. Я посмотрю, тут КПП. Хотя я уверен, что здесь нет никаких диких. Там калаш стрелял. Неоглушенный. ИСКС, кажется. Как сделать, е? Или глянуть все-таки дом диких. Что-то в самых интересных местах, где я собирался как раз проверить. И план А, и план Б. Что-то все посорвали, блин. Везде чувака лазают. На коттеджах там. Видал? СКС Мосинка. Ну что, ладно. Мы, значит, посмотрим сейчас ЗБ работает или нет. Посмотрим диких. Сзади. Думал, передо мной стрельба. Ну, если там никого не будет, ну, либо даже если одного не хватит, то по-любому я буду возвращаться туда, в зелень. В зелень, где возня происходит. Может, там кто из диких живой останется. Не знаю, как, правда. Ну, либо можно будет знать, куда сходить, попробовать. Так. Вон туда, на новую территорию. Наверное, так и сделаю. В принципе, мне только убить, выживать не обязательно. Так что там под антеннами сто процентов я найду каких-нибудь диких. там единственная сторона, где не стреляли. ЗБ работает. Ну, а если сейчас найдем четверых, то просто выходим тут на ЗБ. На сумку смотрели, скорее всего, те, кто на ту сторону перебежал, да? Дай, блин, магазин, а? А то я забыл. Ух, блин, думал, мой это ТТ-шная коса. Давай здесь поглядим. Вот так вот. Приходится так изворачиваться, да? Выход есть? Есть. Ну, сейчас будет все зависеть от дома диких. О. Да ну, серьезно, он там, что ли, трется? Нафига ты там трешься? Нафига тебе это надо? Чего ты так далеко отошел? Как же мне диких-то стрелять? Вон в сторону окраины вообще идет, что ли? Я чуть не пойму. Конечно, тут никто не заспавлится, если тут чувака ходят, стреляют со всех шелей. Ладно, на крайняк еще разок запустимся уже с дробовиком. Он все равно, все равно он там мясной лежит. Бесхозно. Они до сих пор воюют там. А что, почему? А, я иду, так и не нашел. Вот я туловище. О, дикий. Сейчас он поделится мальчиком. А я иду, и даже не то, чтобы не смотрю его, а я вообще забыл, что я голодный вышел. сам себе проблем, блин, создаю. А вон тушенка стоит, по-моему. Дай погабать, брат. О, дикий. Подожди, брат, он не по мне. Все, есть хавчик. Поводил у меня нормалек. Че там диких обижает? Капец, он на снайперскую полез. А че с эскейсером? Убивай эскейсера. Я так-то мырный. Чуть-чуть хэтрый, а в основном мырный. Ага. Сам-то че? Заколебал, давай спускайся. Че там, где там? Всего троих осталось. Но этот, блин, недостреленный. Ему там на полшишечки осталось. А я его не вижу. Че ты там вообще делаешь? А, сейчас потихонечку где-то там... Нет, живой еще. Я думал, еще потихонечку где-то там подохнет. Так, где ты ее? Блин, сейчас эскейс тут или калаш меня отвечают, где-нибудь встретят, если еще не вышли из-за этого упыря. Так. Или, может быть, его дикий скалаш огнал? Ведь такой вариант тоже может быть. Я так считаю. Ладно, пофиг. А, вот он, живой еще. Как бы то ни было, надо продвигаться по-любому дальше. Ого, новая. Чик. Блин, картоху может в пекло ее. Понятно, пять тысяч. Ой, пятьдесят тысяч. Но нет, жилахи, тащите ее. Тяжелая. Так, калашист где-то. Каляшников. Я даже вот так вот сделаю. Чтобы жестким быть. Где-то там на времянках короче калашматил. Непонятно кто, непонятно с кем. но воевал. Вы же ли так долго лутаешь тут диких каких-то? Или еще что в этом духе? Точно он здесь. На. Ох, еб, граната! Блядь, дикий что ли? У мужа еще и пальцы показывает. Но это не калаш был. Надо падать, перезаряжаться. Ладно, еще один дикий есть. Ох, блин, шесть патронов всего. Елки-палки. Жизнь все интереснее и интереснее становится. Пятнадцать примерно. Падет. Мне осталось-то тут два человека, да? Два диких дострелять. Или сколько? Один даже, да? Или два. Сейчас надо попитонить еще забрать тут. Двадцать рублей. Это мы любим. О, да, лутали. Тут лутали. И еду не оставили. Спящего не смотрели. Отлично. Последний нужен блокос. Ой, там, по-моему, превьюха только что мелькнула, да? О. Не, ну это превью. Блин, жалко только то, что под эффектом. Без балла. О, вискос принес. А ты хорош, братан. Да ладно, че-то. Короче. Смысла уже в нем нет, там. Патронов-то с гулькин носом. Он про меня, что ли? Ну, в смысле, так далеко видит? Или он отошел так далеко? О, ништяк, сок нашел. Опахавать. Опахавать нормально, пока сорок есть единицы. Слушай, так даже интереснее, с кем-нибудь пистолетиком выйти, да? Ну, особенно по квестовым. По диким квестам, точнее. Че, пойдем? Светлозерских глянем? Конечно, их нет. Иначе там стрельба бы жуткая была уже. СВД бы я точно услышал. А вот и раздетый чевок. Мешок хотя бы стянуть можно, да? Свой Дэпак скинуть. Блин, сейчас бахнет по башке, отвечаю. Комплект целый. Комплект целый. Блин, деревня. Ё-моё. Тут нагнуло кого-то. А вот и волына. А, это тоже чевок. Че тут происходило вообще? Живой. Ну, в смысле, чевока убил его. Господи, как вы играете с такими пушками? Полэкрана же закрывает вообще. Ой, моё барахло тут лежит. На открытом месте. Хоть бы траву куда-нибудь кинул. Просто получилось так, что они нарвались на диких. Но его чевыка застрелил. И тут чевыка лежит, но без жетона. Такой размен, видимо, получился, да? Туда-сюда. А че со светлоозерскими, так и непонятно до конца. Может, они просто не дошли до них? А, ну, вряд ли. Кто-то есть. Да вот, 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 вот. Ты куда-то приседаешь? Хе-хе. Что баркнул разок? Хе-хе-хе. Это весело. Мультитуляка, ё-моё. Хай-фай камера. Ё-моё, что за богатырей. Вышел, блин, диких стрельнуть, да? Что-то такая возня. Нафиг я это таскаю? А, ну хотя у меня там патронов-то. Хотя нет, полон там 19-18. Я же немного выстрелил. Пистолетчики уже дикие подъехали. Так, я на СРФ появился. Значит, у меня туда не вариант возвращаться. По-любому. Надо было пустой у чувака забрать магазин. Потому что я там видел где-то. Так, а это случайно? Нет. Или просто уже пойти домой. Чё, я квест сделал? Чё вот это вот начинается? Чё-то вынести, да? Домой. Питоним ещё. Не, они не добежали, короче, до суда. Они тут не успели ничего полутать. Они там столкнулись с кем-то. И всё, разведка, прикинь. И давай, тротил. И точно домой. Понял. Тарков вершитель, судя. Я даже не знаю, где ещё можно тротилы тут посмотреть, честно говоря. Но можно пойти в сторону коттеджа этих. Ну, далеко. А там уже и выехали, тем более. Погнал я тогда домой. Красота-то какая. Ай. Вот так вот. Расслабиться даже не вариант. Полюбоваться красотами не дают. Местнаны. Всё, я домой. Довольный. Счастливый. Красивый. Даже луто чуть-чуть пронёс. Я подожди, питонить. Я должен это сделать перед тем, как попаду домой. Счастливый. Зача. Ну, пасашок. Ну вот, теперь ещё и сытый. Вообще, сказка. Тридцать три минуты я ну, в принципе, на одном примерно пятачке, да, прокрутился лесопилка Дом Деких. Я прекрасно понимаю тех, кто опять, скорее всего, напишут типа, да вот, ты чё там лутался полчаса, там вообще на берегу сорок минут. Господа и дамы, я хочу вам сказать одну вещь. Я играю так, как я играю. И я записываю так, как я записываю. Мне такой Тарков интересен. Я показываю то, что мне интересно. Кому не интересно, господа и дамы, смотрите то, что вам интересно. Никаких ни обид, без негатива. Я вам на полном серьёзе говорю. Я просто не люблю, когда мне начинают писать, как мне снимать, что снимать, зачем снимать, что выкладывать, что не выкладывать. Лично я кайфанул побегом с дробовиком и с пистолетом пострелял дикарей. Ладно, чё я объяснять, что ли, это всё надо разжёвывать. Люди взрослые, сами знаете, чё вам надо. Все уже большие мальчики и девочки. Большой недельный квест. Я не помню, я вообще делал эти недельные какие-то квесты или нет. Или это, по-моему, первый недельный квест с большой наградой. Почти 31 тысяча опыта и все остальные плюшки, мне полагающиеся, я забираю, потому что я устранил диких, используя пистолеты или дробовики 40 из 40. На сегодня у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу поддержку, за пальцы вверх, за доброе слово, за ваше настроение и сопереживание. Всем приятной игры, хорошего настроения. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»